17-летняя девушка проделала огромный путь, чтобы 20 января провести встречу на тему «Спорт против войны» на базе исторического факультета Донецкого национального университета. Российская спортсменка, многократный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта Донецкой Народной Республики, общественный деятель и блогер Марьяна Наумова в ходе своего визита пообщалась со студентами и преподавателями вуза. Побеседовав с Марьяной Наумовой, мы узнали, какая её личная цель сегодняшнего визита. И вот, что она рассказала. «Сегодня я приехала в Донецкий на национальный университет поговорить с молодёжью о спорте, о политике, об общественной работе. Я думаю, у нас сложится очень интересный разговор, потому что мне есть, что многое рассказать. Я могу ответить на их интересующие вопросы. Я надеюсь, что у нас получится интересное общение. Хочу поступить в Россию на международные отношения и сюда, в Донецкий национальный университет, на исторический факультет. Потому что я считаю, что историю изучать очень важно. Мы должны помнить её, особенно в такое время, когда её начинают перевирать, переписывать. Я со своей стороны стараюсь разговаривать с различными чиновниками, политиками. Например, на своём уровне я пыталась разрешить вопрос с Надеждой Савченко, так как она является депутатом Верховной Рады. И у Украины существует указ от Минспорта Украины, что дети Донбасса не имеют права выезжать на международные соревнования. Я решила написать Савченко, потому что я следила за ней, знаю её как военную, как человека, который более-менее говорила вполне адекватные вещи в конце, о том, что мир с Донбассом и так далее. Я решила ей написать, она мне отвечала, и потом мы созвонились. Я думала, что она как-то поможет разрешить этот вопрос, чтобы дети могли выступать за любую страну, за флаг любой страны от Донецкой Народной Республики спокойно на соревнованиях, без каких-то вставлений палок в колёса. Но она мне сказала, чтобы я обратилась к Путину, и чтобы я передала ему, чтобы он вернул Крым, и что Донецк и Луганск — это всё Украина. Так что пока у нас с ней ничего не получилось, но я реально стараюсь как-то помочь, разрешить ситуацию с детьми, потому что военные пусть воюют с военными, политики разговаривают с политиками, но я как спортсменка стараюсь как-то помочь детям с выездом на соревнования. Конечно, сейчас всё по-другому, отличается от 2014 года, тогда вообще было всё страшно, ужасно. Я очень рада, что люди продолжают жить, восстанавливают свои дома, республика процветает. Я приезжаю сюда, и мне здесь реально очень нравится, особенно в центре Донецка, здесь всё очень красиво, теперь много людей на улицах, все улыбаются. Я надеюсь, что когда закончится война, я сюда буду приезжать просто к своим друзьям, которых сейчас здесь реально очень много. В ходе встречи девушка рассказала не только факты из своего жизненного пути, но и поделилась впечатлениями о своём первом визите в Донецкую Народную Республику в 2014 году. Приезд спортсменки стал приятным сюрпризом для студентов, которые не скупились на вопросы к Марьяне, интересовались её учёбой, общественной деятельностью и другими аспектами. Алина Черняева, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.